Расскажу о том, как в программе Illustrator отобразить какие-нибудь фотографии или вообще обсудим создание иллюстрации в стиле low-poly. Low-poly – это низкополигональное моделирование, пошло из трехмерки. Чтобы упростить трехмерную модель, делалась модель, состоящая из малого количества полигонов, то есть треугольничных. В данном случае, может быть, в интернете уже видели, что есть всякие иллюстрации, 2D-иллюстрации, посвященные данной тематике. Таких вот зверей, есть, конечно же, портреты всякие, то есть все это, конечно же, тут написано в фотошопе, но в фотошопе, поверьте, гораздо сложнее все делать, чем в отличие от иллюстратора. Такие вот иллюстрации можно свободно создавать, ну не то, что быстро, но достаточно просто, потому что вопрос просто кропотливости и насколько вы готовы тратить время на вот такую иллюстрирующую. От вас особых усилий не требуется, просто знание тех же самых горячих клавиш и, в общем-то, больше ничего не нужно. Что нам для этого понадобится? Первое, нам понадобится фотография, из которой вы будете этот образ создавать. Также нам нужно будет разобраться с инструментарием, который будет полезен для работы. Понятное дело, что любой инструмент можно выбрать с помощью клика мыши, но, поверьте, сейчас придется работать с большим количеством линий, причем, точнее, с большим количеством объектов и заниматься такими действиями, как раскрашивание объектов, создание объектов, выбор объектов, работа с точками. Поэтому, как правило, я рекомендую запомнить несколько горячих клавиш, хотя бы простейшей манипуляцией именно с объектами и на быстрой организации перекрашивания. То есть, как мы будем поступать. Вот у меня есть объектик, который я хотел бы отобразить в виде вот этого низкого полигонального моделирования. Первое, само определение объекта на части, это чисто ваши художественные способности, художественные возможности, художественное видение. И насколько вы готовы кропотливо с этим работать. Потому что можно отобразить объект буквально там за 5-10 треугольничков, да, а можно создать миллионы этих треугольничков и перекрасить даже каждый полутон. Поэтому тут все будет зависеть от вас, насколько вы готовы это делать. Следующее, нам понадобятся инструменты. Первое, нам понадобится инструмент перо. Конечно же, пером будем строить треугольники, никак иначе. Треугольники все будут абстрактные, построены самостоятельно. Поэтому горячая клавиша у инструмента перо, конечно же, буквка B. Это первое, что нам необходимо знать для того, чтобы быстро строить треугольники. Второе, нам обязательно нужно будет знать клавишу, которая быстро сбрасывает цвет с выбранного элемента. Вот у меня сейчас, смотрите, стоит настройка такая, что я работаю с заливками и там есть какая-то заливка. Так вот, чтобы убрать быстренько заливку или обводку, так как у меня сейчас активна именно заливка, я буду использовать клавишу слэш, правый слэш, да, то есть это на цифровой клавиатуре есть палочка такая падающая направо, наклон, наклон на правый. То есть нажав на эту палочку, я вижу, что у меня сразу цвет пропадает. То есть можно даже потренироваться буквально, я ничего не строю. Конечно же, мне понадобится еще пипетка, с помощью которой я буду выбирать цвета. То есть я пипетка, горячая клавиша, буковка I, да, то есть вот она есть. Вот я кликнул пипеткой, выбрался цвет, мне нужно убрать цвет, я нажал слэш, да, и так дальше. Вот я пипетка, слэш, пипетка, слэш, пипетка, слэш. Это надо отработать буквально до автоматизма, потому что с этим придется сейчас работать очень часто. Как происходит все построение? То есть получается у меня сейчас пока три горячих клавиши в наличии, да, перо, пипетка и слэш, чтобы убрать непосредственно цвет. Нам понадобится еще дополнительная горячая клавиша в процессе построения, я сейчас покажу и объясню, какая именно. Процесс построения достаточно прост. Ну, давайте начну со штанов, что ли, летать с футбол. Как я буду строить? Я беру инструмент перо и рисую треугольник. Здесь нам, смотрите, детализация может быть сильная, не требуется. Все зависит от того, насколько мы хотим упростить модель. То есть, в принципе, мы должны понимать, что вот эту дугу можно сделать за, допустим, три сегмента, а можно и за десять сегментов. Если это будет десять сегментов, значит, это будут мелкие треугольники. Если это будут три сегмента, значит, треугольники будут крупнее. То есть, таким образом, я кликнул, суперточность не требуется, поэтому, если где-то вы что-то выйдете за пределы объекта, не страшно. Я кликаю раз-два. Естественно, я, мы договорились, что я строю треугольники, поэтому я кликаю раз-два, три и возвращаюсь в точку начала. У меня получился треугольник. Я произвожу его заливку. Выбираю пипетку и кликаю в цвет в этом треугольнике. Так как треугольник у меня сейчас без заливки, без ничего, я кликаю внутри треугольника, приобретается цвет этого места. После чего я снова беру перо и снова начинаю кликать. Вот тут важная особенность. Первый клик ни в коем случае не должен находиться в том же месте, где уже точки существуют. Дело в том, что если я направлю перо в ту же точку, тогда произойдет удаление этой точки, а это будет неправильно. Поэтому я направлю куда-нибудь в другое место и говорю, вот отсюда начну. Следующие же действия будут точно, давайте так, сразу же по футболочке, да. Следующие действия будут идти точно по точкам предыдущего треугольника. То есть я кликнул в этом месте. Дальше я направляю, у меня включены умные направляющие, благодаря которым я сразу определяюсь, где точки находятся. Кликнул 2, 3, вернулся в точку начала. Но смотрите, я расставил сейчас точки, у меня получился треугольник, но этот треугольник имеет цвет предыдущей фигуры. А меня это не устраивает, мне нужен цвет, который находится сейчас под этим треугольником. И вот тут как раз мне понадобится слэш. Я нажимаю слэш и вижу, как у меня треугольник обнуляется, пропадает заливка. Все, да, то есть я говорю, заливки нет. После чего я беру пипетку и говорю, а цвет мне нужен вот этот. И вижу, что этот треугольник по цвету ничем отличается от предыдущего. Следующее действие, опять беру перо, указываю, да, я говорю, вот здесь точка первая, дальше треугольник раз, два, и завершаю в точке начала. Опять же, цвет мне не нравится. Я беру, нажимаю слэш, пропадает цвет, пипетка, выбор цвета, появилось. Следующий треугольник, перо, прокликиваю. Следующий треугольник, готово, слэш, цвет. Если цвет, ну так получилось, совпал нечаянно, это не очень хорошо, потому что не видно, что треугольное деление идет, да. Я элементарно нажму Ctrl-Z и кликну в другом месте, чтобы хотя бы чуть-чуть оттеночек менялся. Как вариант, особенно вот в этом случае, да, вот смотрите, у меня вот тут оттенки белого, там 50 оттенков белого. Что я с этим буду делать? Так как я могу кликнуть в одном другом месте и цвет совпадет, вы можете держать под рукой такую вещь, как панель Color. Вот, и на панели Color я рекомендую работать в среде HSB, illustration brightness, потому что вы можете тогда, в данном случае, играть яркостью выбранного цвета. И если, допустим, яркость совпала, я говорю, яркость надо чуть-чуть повысить, да, чтобы он заметно отличался от предыдущего. После чего взял перо и маленький треугольничек, снова прокликал, говорю, вот здесь мне нужно тоже добавить его. И даже не хочу туда кликать, говорю, этот чуть-чуть темнее будет, чем предыдущий. Итак, в итоге у меня получается, вот оно, деление треугольниками, давайте закончу тоже. Ну, тут явно выраженный большой треугольник, ленивый треугольник, как говорится, потому что нужно было помельчить немножечко, но я лениюсь сейчас пока. Вот он. Есть, убираю цвет и все-таки возьму цвет оригинала, который находится здесь. Вот он. У меня получается рука. Дальше мы к этой футболке пришиваем основную часть, и, естественно, я буду ориентироваться на точки, которые существуют, да, в первую очередь мы должны всегда делать так, чтобы точки, большинство точек совпадало друг с дружкой. Потому что вот у меня получается сеточка, видите, и я должен поставить так, чтобы это все у нас постепенно совпадало. То есть, естественно, я не буду вырисовывать надписи, это, если понадобится, надо будет ставить отдельно совершенно. Вот, я кликаю в первом месте, говорю, вот отсюда пойдет первая точка, это будет вторая точка, третья и четвертая. Да, в точке начала. Пипетка, сброс цвета, здесь серенький. Есть. Тут у нас две точки. Вот раз, два. Соответственно, я должен ориентироваться, что вот здесь треугольник будет. И вот тут уже мы начинаем играться. Потому что, смотрите, что я могу сделать? Я могу пойти, опять же, по ленивому пути и сказать, что у меня есть треугольник очень длинный, большой такой. А могу пойти по более сложному и кропотливому. Сказать, что треугольничек, который я сейчас построю, он будет скромненький. Вот он. Скромный треугольник. И цвет у него будет такой. Сброшу. А вот теперь, смотрите, получается следующий шаг, который для меня может быть сейчас немножечко неудобным. Дело в том, что сейчас я вижу, что уже есть треугольная структура. Вот точка здесь есть? Есть. Вот здесь точка тоже есть. И вот здесь точка есть. А мы договорились, что начинать нужно с какого-то места, лишь бы не попасть в точку. Получается, у меня в любом случае попадание в одну из точек. Тогда я делаю вот таким образом. Я сначала ставлю первую точку. Ну, поставлю так, чтобы было видно, что вот эта точка, она заметна, как будет мимо. Я кликаю сначала мимо. Вот она, в стороночке. Видите? Чуть-чуть сдвинулся. Остальные точки прокликиваю, как обычно. В эту точку попал, в эту точку попал. В этой точке я заканчиваю. Но эта точка должна разместиться все-таки в этом месте. Вы можете, конечно, переключиться на белую стрелочку, которая управляет точками. Это в данном случае горячий клавиш и буковка A. Но как вариант, чтобы не уходить из инструмента, с которым я сейчас работаю, я могу удержать Ctrl и вижу, как у меня активируется белая стрелка в режиме работы с пером. Соответственно, я беру эту точку, ставлю-ка я ее сюда. После чего беру, сбрасываю цвет и выбираю новый, который, возможно, чуть-чуть отличается. Опять же, если я не вижу вот этих оттеночков небольших, я скажу, что с сереньким надо чуть-чуть поиграться и сделаю его искусственно чуть-чуть потемнее. По крайней мере, я увижу вот эту градацию, вот это деление цветов. В конце концов, дальше все превращается в некую, я бы сказал, наверное, рутину. Потому что вам придется кликать много, часто. Чтобы составить какой-то образ. Опять же, здесь я кликнул мимо. Подвину. Вброс. Время от времени. Также рекомендую глядеть в контуральный режим, чтобы понимать, что все линии, все точки, которые мы ставим, действительно сходятся в одно целое. То есть, когда я перешел в контуральный режим, я вижу, что я нигде вроде бы с точками не промахнулся. Все сходится. Потому что, мало ли, можно не увидеть нечаянно, что точки не сошлись. И получится, щели появятся. Ну, это не очень хорошо для иллюстрации. Мы планировали более конкретно поступить, чтобы вырисовывать этот образ. И в дальнейшем так же выставляю. То есть, для себя делю на части, как это должно выглядеть. И дорисовываю фрагменты. То есть, я здесь треугольничек. Делаю один большой. Вот так. Вот у меня сбрасываю. Выбираю цвет. Следующее. По крупному возьму. Вот тут тоже цвет. Сбросим. Свет выбрал. Опять же. Корректировал положение. Сбросил. Выбрал цвет. Смотрел, есть ли градация. Но, вроде бы, есть. Даже на проекторе заметно, что все градируется. Прекрасно. Ну, дайте, например, футболки сейчас доделаю. Потому что, все-таки, когда мы говорим о портретах, в портретах детализация должна быть гораздо выше. Иначе будет непонятно, что там вообще. Прекрасно. 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 Иногда, конечно же, мы можем прибегать к таким вещам, чтобы все сходилось не в одни точки, а, например, делилось. Я понимаю, что вот эта линия у меня достаточно длинная, и я хотел бы ее сделать, остальные треугольники сделать покороче. Слишком большой угол, я сделаю так, и скажу, что следующая точка будет на линии, буквально, как я уже делал ранее. Да, потому что все-таки тут тени, они должны отображаться более интересно, и я это все визуализирую. И, соответственно, вот здесь также можно выявить вот этот треугольничек, явно выраженный, как он, да, вот здесь треугольничек есть. Красный цвет, выбираю, и тут, само собой уже вырисовывается образ. Вот тут надо все соединять. Вот сразу соединяется, мы видим. В двух местах мимо проклику. Опять же, вот эти вещи, это все детализация. Если не хотите, это там взяли грубо, отрезали ему часть, потому что лень. Ну, я прорисую. Вот, опять же, я мимо промахнулся. И, чтобы все это подкорректировать, если я сейчас посмотрю в кривых, я вижу, что часть точек у меня не сходится. Вот они там. Что я делаю в данном случае? Первое. Я должен обнимать точку, чтобы они все сошлись в одном месте. Выделяю белой стрелочкой, я говорю, что мне вот эти точки нужны. Как вариант, можно использовать лосо и сказать, что вот эти точки с помощью лосона нужны. После чего я буду использовать либо панель выравнивания Align, либо наверху у меня тоже будет все это отображаться в настройках. Я скажу, их надо между собой отцентровать. Первое горизонтальное центровка и вертикальное. Все, они сошлись в одно целое. Никаких щелей уже нет. Соответственно, здесь я сначала выровняю между собой, а потом подкорректирую, чтобы эта точка оказалась идеально точно на линии. Поэтому мне нужна будет белая стрелочка и аккуратность действия. То есть, я выделил точки и говорю, что они должны быть на линии. Все. Дорисую футболочку до конца, чтобы было с чем-то работать. Осталось тут немного. Так как особо я не делю на части. И тут второй трубунчик как раз подходит. Цвет. Трубунчик. Ок. Стjek. Так. Продолжение следует. Дорисую. Спасибо. И вот у нас уже получается результат. Вот так выглядит футболочка, которую я нарисовал в полном счете. Вот как раз треугольничков. Дальнейшие действия это уже все зависит от вас. Потому что кто-то на этом останавливается. Кто-то делает постобработку. И дальше могут быть вариации на тему. Различную тему. Я сейчас, наверное, футболочку оставлю в покое. У меня уже есть готовые. Не полностью, конечно, из-за наличия, а вернее отсутствия времени. Полностью завершить не удалось. Требуется действительно посидеть над этим. Но обещаю, я тоже как-нибудь обязательно доделаю. У меня получился побольше. Сейчас часть волка. Где уже и штанишки отработаны, как говорится. И сам волк частично уже отработан. Соответственно, вижу, что треугольников здесь достаточно много. Знаете, кто любит медитировать в таком плане, может, конечно, сутки провести и получить какие-то результаты. Просто знаю, что есть люди, у которых даже вот такое тыканье монотонное, оно успокаивает буквально. Вот. Ну, у меня просто времени столько не было. Дальнейшая постобработка у нас может быть различного типа. Так как у меня цвета здесь явно выражены и делятся на определенности, в принципе, я могу поиграться с цветами в белом цвете, в синим, в красном. Понятное дело, что с волком, может быть, и не стоило бы так играть. Хотя, если сделать небольшую градацию оттенков, то, в принципе, я допускаю и тамошненную работу. На что я имею в виду? Смотрите, у меня есть вот такая картиночка. Это я задублировал. Но дело в том, что футболка сейчас состоит уже не просто из-за цветов серого, оттенка белого и прочего. А каждый треугольник имеет градиент. И вы можете аналогичное сделать, но только единственное, что тут нужно будет понимать, что когда мы применять, давайте я сейчас выделю все это дело. Я выделю треугольнички, которые относятся к футболке. И специально цвет уничтожил. Вернее, скажу, что у меня все это монотонно определенного цвета. Так вот у меня серые треугольники. И если я сейчас назначу на них градиент, то получится, получится, ну, по крайней мере, странновато это все дело. Потому что, если посмотреть, градиенты ложатся все одинаково. На всех фигурах они лежат одинаково. И получается непонятно. То есть, все равно сливается все воедино и смотрится, конечно, не лучшим образом. Если я хочу добиться разницы в градиентах, ведь мне в одном случае градиенте хочется провести в одну сторону, в другом случае, в другом, а здесь у меня много объектов. Понятное дело, я могу опять же с точки зрения медитации сидеть, выбирать каждый треугольничек и проводить градиент по-разному. Но, как бы, я не готов на такое пойти. Поэтому я сделаю вот что. У нас есть замечательная команда, которая называется трансформировать каждый. И когда я применю ее к командам, самым главным условием ее применения спряталась. Самым главным условием его применения я сделаю вот. Во-первых, я буду трансформировать не объекты, потому что треугольники лягут не совсем хорошо. Треугольники не должны измениться. Я скажу, что меня интересуют изменения только узоров. Но в данном случае градиент тоже считается узором. Вот. Я скажу, что меня интересуют изменения, трансформация узора на сколько градусов. Да, практически на полную катушку, говорится, выберу там 359 градусов. Да, 358. И самое главное, что меня интересует еще, это, конечно же, понятие случайности. То есть, я говорю, мне нужно случайно как-нибудь из того, что я предложил. 358 градусов. Случайно выбери какую-нибудь цифру из них. Что я вижу? Что я не вижу? А что я не хочу? Что делать? А, ну он падает. Да, только градиент сразу не показывается. Все верно. Градиент меняется. Вот. Они находятся каждый под своим углом. И когда я нажимаю ОК, я вижу, что теперь они, каждый вообще находится под своим углом. И, соответственно, отображаются уже по-разному. То есть, я вижу, что треугольники играются. А учитывая то, что градиент я сделал не с большой градацией, то есть, не с сильных изменений в цвете, то получается у меня такая игра светло-серых оттенков. Вот. И все равно там треугольники остаются за ним. Ну, естественно, возможно, теряются понятия теневых сторон, да, и, скажем так, светлых сторон. Ведь какой-то объем должен быть, а объем у нас отображается за счет света и тень. Второй вариант отработки данного, то есть, получить еще и рельефность определенную, можно с помощью, ну, скажем так, меж. Либо, если уж мы говорим о современности и прочем, я сделаю вот что. У меня тут есть меж-картиночка. базовый вид есть. Меж пока в стороночку уберу. Меж, это нужно знание определенное иметь на эту тему, а вот у меня есть футболочка, точнее ее часть, и я сейчас попробую поступить несколько иначе. Меж уберу. вот у меня футболочка, сделаю ей заливку, пусть даже градиентная, вот она, просто. Но, благодаря новшеству версии 2019 иллюстратора, в иллюстраторе появляется третий тип градиента. Ранее были только два типа градиента, это линейный и радиальный. Теперь появляется третий тип градиентика, и в данном случае он становится очень полезным, потому что он у нас называется свободный градиент, и включив его, у меня получается, что теперь есть каждая точка, которую я лично контролирую. Здесь такой-то оттенок серого, здесь будет такой-то. Пока наставлю стандартных серых оттеночков, без каких-либо дополнений изменений. По умолчанию он дал разноцветие какое-то странное, не хочу ему. Каждая точка, которая здесь есть, каждый пин, может перемещаться и влиять на части градиента, на части изображения. То есть, я говорю, вот этот пин должен быть крупнее. Вообще, он находится здесь, и возможно, он даже будет у меня побольше. То есть, он оказывает влияние на всю картинку в целом. Может быть, я просто расставлю, вот здесь в груди поставлю, что это будет самое светлое место, ярче. Это серенькие оттеночки. Так как здесь тени, я скажу, подмышками темнее немного. Здесь и здесь. Здесь у меня получилась вот такая вот картина. Что в данном случае это значит? Дело в том, что когда мы работаем в иллюстраторе, так же как в фотошопе, никто не запрещал такие помятия, как режим наложения. А режим наложения позволяет нам как-то влиять на ниже стоящие объекты. Вот. Не помню, сказал я уже на эту тему или нет. Если вы хотите, чтобы режим наложения работали адекватно, были очень много вопросов на эту тему и ответ везде один. Потому что когда люди говорят, я смотрел видео урок или там читал урок, там все получается, я то же самое делаю, мне не получается. Это нормально, потому что почему-то многие в уроках знаете как, не сообщают о том, что нужно работать в режиме RGB. А по умолчанию, когда создается новый документ иллюстратор, он обычно, особенно если мы говорим принт, говорит, что модель цветовая ЦМИК, а в ЦМИКе режимы наложения работают неадекватно. И соответственно таких результатов, которые обычно показываются, не добиться. Поэтому если вы работаете в RGB, вы можете быть уверены, что режимы наложения Оверлей, Мультиплай, Скрин будут работать так, как они должны работать. И получается, так как у меня уже картинка снизу подложена, вот она базовый вид, я ее назвал, да, я говорю, что в этом слое, слой номер 6, вот эта фигура, вот эта часть фигуры должна быть у меня неким образом прозрачной. Если я просто прозрачность буду делать, это будет неинтересно, потому что это просто затемняется и теряется фактура и прочее. И я говорю, что у меня будет режим наложения, то же самое, оверлей, который позволяет видеть, ну просто белый не надо было выбирать, давайте так, мультиплай, будет темнее сейчас, но будет заметно, как это влияет на структуру, то есть у меня получается, благодаря вот этим градиентным элементам, да, я даже сейчас градиентик открою, у меня все в пинах присутствует, да, все есть, я скажу, что вот эти части, они действительно должны быть светлые, здесь светло, так как у меня мультиплай используется, естественно, белый это нейтральный, а темный работает на затемнении, там, где мне нужно сделать потемнеть, это уже не проблема становится, да, я беру, что белый должен быть поактивнее заметен, серенький не так активно, и таким образом я выставляю, как и что, где это выглядит, все, вот они появляются, рельефности, вот здесь еще надо чуть-чуть затемнить, потемнее будет, такой импровизированный объем достигается за счет тех же самых градиентных элементов, я оставил, здесь потемнее, здесь потемнему, по центру посветлее, и по границам снова потемнему, здесь я чуть-чуть спокойнее, вот она, как один из вариантов, конечно же, градиент сейчас действительно дает возможности не обращаться к мешу, особенно тем, кто не знаком, что такое меш, к мешу надо привыкнуть, с мешем надо научиться работать, а тут все по-быстренькому поставили, и оно уже отработано, в итоге, если сравнивать, до и после, да, элементарные я сейчас слои включаю, вот оно было, и я добавляю вот эту структуру, вот этот объем, за счет режимов наложения, включаю результат, если еще будут цветовые какие-то разводы, то, что это будет не просто чистый серый, а мне нужно, чтобы это было с небольшим оттенком голубого, значит, будет с оттенком голубого, значит, я открываю, говорю, что у меня небольшая насыщенность присутствует, и она будет синелатой, да, какого-нибудь вот оно, тогда будет, возможно, более интересная визуализация этого значения, ну, а может быть, вы захотите контраст повышать, но контраст повышается за счет режимов наложения overlay или softlight, на сути. Как-то так, остальное только наша фантазия. так что, я думаю, что есть пища для размышления, если есть вопросы, когда задаем на картинке, да? Да. Да. нет, нет, тут опять же, мы же говорим о фантазии, да, поэтому, если вы хотите, чтобы футболка была совершенно другого цвета, если совершенно другого цвета, вы можете использовать первый режим наложения color, который цвет задаст, все-таки футболка у меня была градирована оттенками серого. Если этот серый станет цветом, тогда я буду видеть градацию уже цвета, да? То есть, по сути, получается, если я сейчас беру, ну, аналогичная, да, еще один слой создан, проблема, вот она, вот у меня есть какой-то образ, да, я говорю, что у меня будет цвет, конкретный цвет, красненький, ну, розовенький, то режим наложения, да, который я могу применить, если я применяю color, то у меня получается складывается цвет, который теперь имеет градацию за счет серой структуры. Вот и все. Либо вы просто изначально определились, что вы хотите розовый футбол. Я тогда беру перо, говорю, что меня интересует розовый цвет, и потом дорисовываю как? Я говорю, следующий цвет, это цвет, который примерно такой же, но так как мы проговорили, что HSB наиболее удобен для работы в выборе оттенка, смотрите, у меня есть такое понятие, как насыщенность и яркость. Я могу цветовой тон я не хочу менять, поэтому я говорю, а этот треугольничек будет менее яркий, чем был предыдущий. Снова строю треугольничек, говорю, так, этот треугольничек, возможно, еще темнее, или, допустим, он светлее, но менее насыщенный, тогда он получается другого оттенка. И таким образом вы создаете вот эту треугольную структуру из головы. Просто в некоторых случаях может быть не так удобно это делать по фотографии, да, придумывать, ну, не удастся, может быть, сочетание не такое будет. А в некоторых случаях, как я сказал, допустим, если вы убираете цвет, он точно такой же получается, никто же не мешает сказать, что вы хотите дать ему оттенок. Еще вопросик есть? А на вопрос, а сколько мы используем именно треугольники? Это закон намного? Мода? Закон, ну, смотрите, это... Да, но это пошло все с трехмерки, а в трехмерке полигоном называется треугольник, как самая, скажем так, явно выраженная поверхность, самая устойчивая поверхность. Понятное дело, что если вы хотите делать это различными многогранниками, можно и попробовать, но, как правило, принять делать треугольник. Ну что ж, тогда на этом мы остановимся.